На службу в полицию Светлана Бирюкова пришла два года назад на должность специалиста отделения тылового обеспечения. Работать здесь женщина мечтала с детства. Закончив 11 классов, девушка поступила в Нижегородскую правовую академию, а после пришла работать в Саровский военкомат. Проработав там несколько лет, Светлана все же поняла, что хочет носить форму полицейского. Я со школы мечтала, что я буду служить на благо своей родины, на преступных посягательств. И так получилось, что со временем я все равно к этому пришла. Все-таки школьные мечты, они, как правило, в скором времени сбываются. Снаблить коллег необходимым форменным обмундированием, осуществить капитальный ремонт здания, обеспечить полицию всеми видами связи, работу автотранспорта, медицинское обслуживание, пожарную безопасность – это всего лишь малая часть работы, которую выполняет Светлана. Служить, действительно, это непростая задача в наше время. В силу каких-то определенных обстоятельств, сейчас и жизненных обстоятельств, со сложившейся такой обстановкой. Но это как-то, наоборот, повышает какой-то внутренний, вырабатывает силу духа, что ли, как-то вот так. Что ты и в тяжелое, например, для России также время, ты все равно ходишь на службу, как будто выполняешь свои задачи, и ты как будто от этого испытываешь все равно какое-то определенное удовлетворение, что ты не зря сюда пришел. 30 июля сотрудники тыловых подразделений МВД России отмечают свой профессиональный праздник. Хочется поздравить всех с этим праздником, пожелать здоровья сотрудникам, семьям, успехов в работе и благополучия, и карьерного роста. Канал 16 присоединяется к поздравлениям. Желаем легкой службы, бодрости, духа и оптимизма. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.